Вот, так что это очень много. И поскольку они питаются пчелочью, и вот это хитин. И хитин у них накапливается в желудке, если вот ногу разорить, то там будут целые горы этого хитина, то есть щурки отрыгивают этот хитин. И зимой тогда бабушки. Здесь у нас вот недалеко, под Ноклого, на протом берегу, как раз вот целая колония щурок была зафиксирована. Не осыпается все там. Да, оно к нам да не относится, конечно, но просто вот где они здесь вот поблизости. У нас все-таки, мы по Локом берегу даже, если где-то встречаем, у нас хотя разница там нижнего и верхнего уровня, юг-север, это 76 метров. То есть они могут где-то там быть, но вот сейчас вот их встретили там большим числом. А зимородки, они питаются рыбой. Зимородки тоже птицкие легкие, тоже казнокнижные. Они бывают полигамные, моногамные. Но вот, например, самец, он очень хороший отец, он никогда свое потомство не бросает, он всегда всех накапливает. Птицы тоже, они все разные. Вот тот же, например, Ванишна, он сам приостается в тот момент, когда она отложила яйца и потом она ее покидает. Демон-демон. Да, ну как бы она сама со всем разберется. То есть у них...